Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. На обучении у бровистов всегда спрашивают, что самое главное в бровях. И они мне почему-то говорят, четкая гиния и симметрия бровей. Хотя я им отвечаю, что самое главное в бровях, это чтобы понравилось клиенту. Как я выгляжу? Я думаю, пора нам искать тебе королеву. А симметрия бровей вызывает столько различных вопросов, хотя на самом деле это природно. Это нормально, что у людей есть асимметрия. Вы, когда смотрите на человека, вы сразу думаете, красивый-некрасивый, сексуальный-несексуальный, худой-толстый, богатый-бедный. Причем, если вы смотрите на мужчину и считаете, что он богатый, то вы сразу думаете, ой, ничего страшного, похудеть, с красоты воды не пить. Главное, чтобы человек был хороший. Но вы никогда не думаете, что у него один глаз больше, другой меньше, поэтому я с ним на свидание не пойду. К чему это я все веду? Что симметрия и асимметрия – это не есть показатели красоты. Конечно же, хочется это максимально снивелировать, но полностью убрать асимметрию бровей вы не сможете. Как это снивелировать и как визуально убрать асимметрию, я вам сейчас покажу. Так, очищаем. Первый этап – очищение для того, чтобы хорошо видеть форму и хорошо видеть все волоски. Можно очищать щеточкой, либо делать так, как я кистью. Если кожа чувствительная, рекомендую это делать кистью. Смываем водой. И я сразу хорошо вижу брови и сразу хорошо вижу асимметрию, что одна бровь выше, а вторая бровь ниже. Одна бровь более пологая, а вторая бровь поднятая. Первое правило асимметричных бровей мы никогда не делаем их графичными. Чем более графичные они будут, тем более ярко выраженная асимметрия останется. Второе правило – нижнюю линию делаем четкую, верхнюю линию делаем максимально воздушную, чтобы не было опять-таки четкого контура. Асимметричные брови не делаем темными. Даже если у вас клиент с темными волосами на голове, бровь все равно мы делаем светлее. Ну и, конечно же, не выщипываем четко по симметрии, потому что когда смоется карандаш, либо краска, у клиента явно будет видно, что одна бровь шире, другая уже. Начинаем прорисовывать. Изначально прорисовали ширину, далее прорисовали наивысшую точку. Изначально начинаете рисовать с той брови, которая ниже, а потом уже с той брови, которая выше. И здесь мы видим, что апекс у нас где-то на сантиметры точно выше, и мы с ним ничего сделать не сможем, потому что так как она у нас выше, она еще и тоньше. Если мы уберем, то бровь останется совсем тонкой. А наша задача максимально сохранить ширину. Прорисовали хвостик совсем чуть-чуть, не до конца, и соединили. Верхнюю линию я позже растушую, но пока прорисую четко, чтобы видеть, какие волоски нам убрать. По форме лица смотрим. Форма лица у нас вытянута, соответственно, бровь очень острую мы делать не будем, потому что это еще больше нам вытянет. Мой клиент профессиональная модель, и мне нужно оставить красивые профессиональные модельные брови. Когда я прорисовываю нижнюю линию, я хорошо натягиваю пальчиком и сверху вниз, то есть острие карандаша в линии, тело карандаша в теле брови. Прорисовываю нижнюю линию. Раз, и удлиняю. Пока не соединяю. И с этого же положения рисую вторую бровь. Прорисовала половину второй части брови, соединила. Старайтесь всегда, я сейчас не держу для того, чтобы не перекрывать свет, но старайтесь всегда придерживать мышцу, да, мимическую. Тогда тяжело модели будут двигать бровями. Если у вас модель очень эмоциональная, вы таким образом зафиксируйте. Но мы не делаем вот так, не кладем руку на голову, тем более не держим в затылках, иногда держат двумя руками, чтобы модель не убежала. Никуда не убежит. И прорисовываем нижнюю линию. Максимально опускаем, насколько это возможно. У нас же это бровь шире. Сейчас, когда я прорисовываю четкий контур, будет еще более заметна асимметрия. Поэтому, когда мы сделаем коррекцию, мы карандаш мягко оттушуем. Когда мы смотрим ровно, видно, что одна бровь смотрит по горизонтали, а вторая бровь немного завалена из-за того, что здесь очень сильный подъем. Поэтому мы ее максимально расширим в верхней части и подровняем снизу. Берем кисточку номер 9, плоскую, и окунаем в детокс-смуз. И начинаем подчищать линию. Смотрите, я когда оттягиваю бровь, я ее оттягиваю равномерно. Не тяну в сторону, не тяну очень сильно вверх, для того, чтобы я хорошо видела форму. Я подчищаю только с внешней стороны, мне не нужно подчищать с внутренней, я не буду делать окрашивание. Мы только будем делать коррекцию бровей. Но если вы хотите сделать инстагинии, можете почистить и внутреннюю часть брови. Вот здесь можно сразу взять еще карандашик и дотянуть кисточкой. И начинаем выполнять коррекцию. То есть вы запомнили, что самое главное не делать четких линий и не делать темные брови. И тогда у вас будет все хорошо. Надеюсь, мое видео для вас было полезно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok